13 кандидатов на пост сити менеджера представили свои программы на суд конкурсной комиссии. В течение шести часов много говорилось о проблемах города и путях решения. Первым выступал скандально известный бывший заместитель губернатора региона Антон Аверин. Свои тезисы он изложил примерно следующим образом. Желание действительно в городе изменить ситуацию, чтобы стало лучше. И чем больше этого лучше будет, тем оно соответственно будет правильно и хорошо. Другие кандидаты были более конкретными. Так глава Преохского района Сергей Белов удивлялся, почему до сих пор не используется возможность льготного государственного кредитования. О чем говорит президент Путин. Нам президент об этом говорит. Под 0,1% в этом году увеличил он кредитование регионов до 310 миллиардов рублей. Также в следующем году будет продолжено это кредитование до 310 миллиардов рублей будет выделено регионам. Я считаю, что нам обязательно нужно этим воспользоваться, закрывать кредиторскую задолженность. Председатель конкурсной комиссии Марк Фельдман утверждает, что именно главы районов максимально знают потребности горожан и воюют непосредственно в блиндажах. Ряд кандидатур его попросту разочаровали своими предложениями жить по сути сегодняшним днём. Необходима долгосрочная стратегия развития Нижнего Новгорода. Что очень хорошо. Это и определенное многообразие, и определенное единообразие. На самом деле проблемы бюджетные, межбюджетные отношения, освещение, тарифы. Каждый из кандидатов знает. Вот это меня порадовало. Кандидаты из числа депутатов Думы Нижнего Новгорода предлагали более креативные идеи. Например, пересмотреть существующие деления на районы в городе. По администрациям районов коллектив суммарно огромный, под тысячу человек, но результат их деятельности спорный. Считается лесообразным сократить количество районов, а соответственно и районных администраций в городе с 8 до 5. Безусловно, главное внимание журналистов было приковано все же к персоне Антона Аверина. Напомним, летом 2014 года было установлено нарушение антикоррупционного законодательства со стороны заместителя губернатора Нижегородской области. И несмотря на то, что Валерий Шанцев долго пытался отстоять своего зама, суд доказал конфликт интересов у Аверина и тому пришлось уйти в отставку. Теперь предпринимателя подобный аспект в личной биографии нисколько не смущает. Не мешает. Совсем? Совсем. Такая уверенность поддерживается пятью голосами членов комиссии, которых назначил лично Валерий Павлинович Шанцев. Все пятеро губернаторских назначенцев проголосовали за Аверина. Журналисты хотели узнать, почему чиновники областного правительства голосуют за кандидата, уличенного в нарушении антикоррупционного законодательства, но члены комиссии, представляющие губернатора, быстро покинули зал, уклонившись от общения с прессой. Зато все пятеро депутатов Гордумы, входящие в состав комиссии и не поддержавшие кандидатуру Аверина, ответили на вопросы журналистов. На сегодня наступил тот период времени, когда депутаты без давления выберут достойного руководителя города. Хорошо, что количество перешло в качество, ведь сколько было 28 заявок, а вот в финале, я как спортсмен бывший, я могу сказать, в финале очень такая была жесткая напряженная борьба, мне очень понравились некоторые выступления, я могу сказать, что были блестящие выступления Владимира Ивановича Солдатенкова и Миронова Сергея Михайловича, и мне понравилось, как Белов держался. В итоговый список кандидатов вошли Антон Аверин, Сергей Белов, Юрий Гаранин, Сергей Миронов и Владимир Солдатенков. При этом абсолютными лидерами стали так называемые командиры из блиндажей, главы Автозаводского и Приокского районов, Солдатенков и Белов соответственно, за которых проголосовали 10 из 10 членов комиссии. Самое главное, чтобы работа нового главы администрации была профессиональной, стратегически выверенной и мне бы хотелось, чтобы администрация работала вместе с Думой как одно целое, тогда все будет хорошо. Теперь 23 декабря свой вердикт вынесут депутаты Думы Нижнего Новгорода. Алексей Рожин, Георгий Захаров, Никита Вертлин, Столица Нижней.